Стройматериалы оптом в Китае. Именно это мы с вами сейчас будем обсуждать. Я вам расскажу, как на китайском сайте купить оптом стройматериалы. Здравствуйте, друзья! Наверняка вы слышали такие сайты, как aliexpress.com, taobao.com и alibaba.com. Все эти сайты принадлежат одной компании. Суть этих сайтов в том, что на них можно купить товары разные, и в том числе стройматериалы. Что мы должны знать про эти сайты? Сайт alibaba.com. На нем осуществляется глобальный опт. Сайт taobao.com. Это сайт для внутренней торговли в Китае в розницу. Сайт aliexpress.com. Это внешняя розница. То есть, находясь в вашем городе, вы можете купить на сайте aliexpress.com в розницу. Но, естественно, вы не будете этого делать, потому что вы интересуетесь оптом. Мы же предлагаем работать с сайтом 1688.com. У нас там самые классные условия, и у нас есть там гарантия возврата средств в течение двух недель. Когда мы заказываем для вас стройматериалы оптом на этом сайте, то мы имеем возможность в течение двух недель проверить поставщика. То есть, если вдруг он не присылает по какой-то причине товар, то, соответственно, мы можем затребовать возврат средств. Людей, которые готовы обманывать, конечно же, на китайских сайтах хватает. Поэтому мы очень рекомендуем использовать именно этот сайт для того, чтобы покупать. На что стоит обратить внимание? Если вы хотите заказывать оптом стройматериалы, то в данном случае имеет смысл заказывать хотя бы самая минимальная партия, это 5 кубометров. То есть, вот это будет считаться уже опт. В данном случае мы можем на сайте 1688.com для вас оформить заказ на стройматериалы оптом, как если у вас набирается 5 кубов. Но есть очень классная новость. Если вы заказываете один контейнер стройматериалов, то мы прямиком отправляем весь контейнер к вам в город. В чем плюсы? В том, что вам не нужно заморачиваться о какой-то промежуточной доставке. Вы можете полностью, прям безопасно, сразу от и до получить ваш заказ, прям вот до вашей точки. Это очень здорово. И сейчас я покажу, как сделать покупку самостоятельно на сайте 1688.com. Поехали! Итак, чтобы найти стройматериалы оптом, нужно зайти на сайт 1688.com, затем открываем Яндекс.Переводчик, в нем слева пишем, соответственно, выбираем русский язык, справа китайский, и выбираем, пишем строительные материалы. Можно добавить сюда оптом, можно не добавлять. Копируем и вставляем сюда. Дальше нажимаем красную кнопку. Затем он нам выдает очень много разных позиций, вариантов. Выбираем то, что, соответственно, вас интересует. Если это здесь есть, если нет, то вводите напрямую ваш запрос, именно что вас интересует вот здесь, соответственно. Вот. Что я сейчас делаю? Я сейчас выберу на примере одного из товаров, покажу, как заполнять заявку для того, чтобы получить этот самый товар. Ну, в данном случае есть уже несколько у меня выбранных позиций. Я перевел, нажав эту кнопку, китайский и русский. То есть я выбрал русский, и теперь у меня переведена страница на русский язык. Что значат вот эти цифры? При покупке от 500 до 4999 квадратных метров стоимость будет вот такая. Соответственно, чем больше квадратных метров, тем ниже стоимость. То есть, предполагаем, что нам нужно вот этого изоляционного материала для труб, допустим, 500 квадратных метров. То есть это минимальная партия. Что мы делаем дальше? В описании к этому видео есть бланк заказа. Открываете его. Так он выглядит, когда вы переходите по ссылке. Нажимаете «Сохранить на Яндекс.Диск». Дальше. После этого нажимаете «Открыть на Яндекс.Диске». И как только открывается страница, дважды щелкаете по этому файлу. Он вас сейчас преобразует и откроет вам для редактирования. Что нужно сделать? Нужно взять эту самую страницу, скопировать сверху эту ссылку. Выделяем ее полностью. Правой кнопкой «Скопировать». Затем переходим в файл бланка заказов и вкладка «Ордер». Здесь мы выбираем ссылку на товар, вставляем сюда эту ссылку. Через правую кнопку «Вставить» либо «Контрол-В». Количество, соответственно. Нам нужно 500 квадратных метров. 500 квадратных метров. Точнее нет, вот сюда. 500 квадратных метров. А стоимость, соответственно, за одну штуку мы сейчас пишем, исходя из того, что у нас здесь записано. 7.30. Соответственно, здесь мы пишем 7.30. Следующим этапом вы открываете файл, который указан здесь как бланк заказа. Он у вас откроется вот таким образом. Ваша задача нажать кнопку «Сохранить на Яндекс.Диск». Я надеюсь, что у вас есть Яндекс.Диск. Если его нету, то тогда открываете другую ссылку, которая здесь тоже в описании, и регистрируете. Здесь пишите имя, фамилию, логин. Придумываете. Дальше пишите здесь пароль. Повторяете пароль, номер мобильного телефона. Нажимаете «Зарегистрироваться». И, соответственно, у вас будет Яндекс.Диск. Ваша задача, смотрите, теперь, когда вы нажимаете сюда «Сохранить» на Яндекс.Диске, теперь нажимаете «Открыть на Яндекс.Диске». После того, как вы нажали, он вам откроет вот такую страницу, где у вас сохранен этот самый файл. Дважды щелкаете по этой картинке и ждете. Он у вас спрашивает сейчас что-то. «Майкрософт офис онлайн не открывает документы» и так далее. В общем, здесь нужно просто нажать «Далее». Галочка «Пускай стоит», чтобы больше вам не повторял эту информацию. Доставка по Китаю и общая цена будет вписана потом менеджером, соответственно. Здесь вы пишете какие-то примечания, если они есть. Сейчас посмотрим, какие они есть у этого товара. Здесь никаких примечаний нет, ни цветов, ничего. То есть все только единичное, соответственно. В этом случае мы ничего не пишем. Если вас интересуют какие-то вопросы, можно, допустим, либо поставщику задать, например. Можно ли купить, например, 400 метров, да, квадратных. Скорее всего, ответ будет нет, но это один из примеров вопросов. Что нужно проверить? Например, упаковку или запах, или какие-нибудь соответствия и так далее. То есть здесь вы пишете все, что нужно проверить. Затем вы, когда вписали сюда все, что вы хотите, я возьму сейчас для примера еще один товар, также копирую ссылку, вставляю сюда, дальше вставляю сюда стоимость, 50 юаней, 50, и дальше, соответственно, количество квадратных метров. Здесь можно минимум 1 квадратный метр, соответственно. Но мне, допустим, нужно 100. Соответственно, вот таким образом. Цвета, проверяем, какой это цвет есть там, или отличия какие-нибудь, никаких отличий, единичный вариант, соответственно. Ничего здесь нету, значит, я ничего здесь не вписываю. И, например, возьмем еще другой какой-нибудь товар. Вот такой, например. Это ламинированная фанера. Допустим, нам нужно вот ее. Здесь уже есть отличия. Смотрите, я сейчас копирую ссылку, вставляю также ее в бланк заказа. Дальше. Размер. Вот это вот как раз-таки уже то самое отличие. Я копирую вот эту строчку, вставляю ее вот сюда, и дальше я вставляю, соответственно, стоимость. 73. 73. И количество, которое мне нужно. Какое количество мне нужно? Раз, два, три, четыре. А минимум, соответственно, здесь 10. Пока что не дает. 10. Ну, вот, допустим, 10. То есть, минимум это 10. Значит, я пишу 10. Ок. Количество 10. Остальные пункты также, сами, соответственно, впишутся уже нашим менеджером. И теперь ваша задача найти, нажать кнопку файл. Вот она здесь, слева вверху. И выбрать сохранить как. Дальше скачать копию. И эту копию вам нужно будет сохранить туда, где вы, соответственно, найдете. и отправить на почту, которая написана во вкладке инструкция. Вот она, эта почта. Так, в принципе, все, что хотел сказать по поводу покупки стройматериалов оптом в Китае, я уже рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и тогда вы будете получать максимально быстрее от Ютуба наши новости о новых видео. На этом все. Пока!